Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео хотелось бы поговорить о такой очень интересной теме, которая звучит следующим образом. Можно ли без программирования, то есть на так называемом зерокодинге, разработать мобильное приложение? То есть можно ли создать мобильное приложение на каких-либо конструкторах без программирования? Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать андроид-разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать андроид-приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии андроид-разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе «Андроид-разработчик» за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас андроид-разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию андроид-разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс «Андроид-разработчик» за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным андроид-разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Для того, чтобы это разобрать и понять, нужно начать с того, откуда же пришел зерокодинг, с какой сферы он пришел. Все очень просто. Зерокодинг пришел со сферы веб-разработки, то есть разработки сайтов. И это очень востребовано. Очень долгое время веб-разработка оставалась такой, во-первых, основополагающей из сфер программирования. И она была самораспространенная и довольно-таки закрытая. И началась тенденция, когда были разработаны различные платформы или конструкторы, или, скажем так, все мои системы, которые позволяли разработать сайт, ну, либо веб-приложение без применения программирования. Потому что сайты были нужны массово бизнесу. И пошел тренд, спрос на быструю разработку таких сайтов. То есть, по факту, для чего это нужно было? По факту, нужно понимать, что сайт это чисто информационный ресурс в 90% случаев. То есть, тут нужно просто рассказать о своей компании, рассказать, сколько стоят ваши услуги или товары. И, собственно, дать возможность связаться. Все. На этом функционал сайтов в 90% случаев заканчивается. Да, есть уникальные веб-приложения, но это больше относится к стартапам. Но даже если взять интернет-магазины, то они также дают информационный функционал, вне зависимости от того, что есть функционал еще добавления корзины и выбранные. Но это также не уж такой уж слишком сложный функционал. Так вот, из-за того, что сайты довольно-таки это простой IT-продукт, из-за этого пошел спрос на создание сайта без программирования. Во-первых, это возникло из-за того, что бизнесу это было массово, было нужно. Да, и не было времени на долгую разработку. Во-вторых, это связано с низкими бюджетами в большинстве случаев. То есть, нет, нет, это эти бюджеты не на несколько миллионов рублей. Да, то есть, это очень скромные бюджеты. Это тоже приводило к разработке таких готовых платформ. Ну и в-третьих, сама, скажем так, сфера создания сайтов, она чисто технически очень сильно подходила для создания таких конструкторов. И поэтому были созданы сначала для одностраничных сайтов, да, ну не сначала, но были созданы для одностраничных сайтов различные конструкторы, одноразовые, типа как Тильда. Но это больше было, знаете, рассчитано на развод, потому что любой, кто сталкивался с созданием сайтов, даже без программирования и последующего его развития, понимает, что Тильда это просто пиар-продукт, и на нем нельзя создать хоть несколько средний серьезный сайт. То есть, простое что-то можно, но через несколько месяцев эксплуатации вы поймете, что вам этого будет уже не хватать. А развить вы ничего не сможете. Очень много, причем это не, и это уже не будет все равно вашим сайтом. Были созданы, да, смс-системы, типа как WordPress, которые же позволяли создавать более или менее средний продукт. Да, я, вы скажете, причем здесь мобильные приложения, но я немножко отступил, чтобы вы могли понять, откуда вообще пришла система зерокодинга, да, она пришла создание со сферы веб-разработки. Потому что это, во-первых, требовал рынок, и во-вторых, это было довольно-таки просто реализовать. С мобильными приложениями все состоит, все как бы обстоит кардинально по-другому. Во-первых, нужно понимать, что мобильные приложения это не информационный продукт. Очень многие новички всегда сталкиваются с тем, что они выучились якобы на Android разработчикам, да, что-то умеют делать, и при этом идут и начинают предлагать рынку мобильные приложения, как бы дубликат сайта, но просто как мобильное приложение. Естественно, все отказываются, потому что мобильные приложения это не информационный продукт, они не должны внести никакую информацию, потому что если они несут какую-то чистую информацию, то это бесполезный продукт, потому что в отличие от сайтов, тут не будет такого трафика, потому что с сайтов есть и оптимизация, люди идут в поисковики, да, тот же Яндекс, Гугл, ищут какую-то информацию. Сайты с этим всем завязаны. Мобильные приложения с поисковой выдачей никак не завязаны, для того, чтобы пользователь увидел ваше мобильное приложение, он должен его скачать. То есть по факту вы должны на каком-то сайте предложить скачать мобильное приложение, дать ссылку на тот же Play Market и на этом сайте уже замотивировать, чтобы человек скачал ваше мобильное приложение. То есть в любом случае используется сайт ваш. А смысл тогда, его сайт нужно еще продвинуть, а смысл давать дубликат сайта о мобильном приложении, если уже человек был на вашем сайте, а на нем узнал ваше мобильное приложение. Это глупо. Мобильные приложения, да, они удобные, более удобные, чем сайты в эксплуатации. Но опять же, у меня даже был опыт создания мобильного, создания сайта с внешним видом, интерфейсом мобильного приложения. То есть по факту нельзя было отличить, что это сайт, а не мобильное приложение. Но все же существует также проблема доступа к вашему сайту как мобильному приложению. То есть для того, чтобы зайти на ваш сайт, человек должен открыть браузер и ввести ваш домен, да, то есть перейти на ваш сайт. В мобильном приложении все проще. Человек установил уже к тебе и просто для того, чтобы зайти в ваше мобильное приложение, он должен тапнуть по иконку на, скажем так, на экране, ну, на так называемом рабочем столе. И в этом плане мобильные приложения более удобные. Ну, опять же, существует проблема, что нужно замотивировать скачать. Это я просто то так же отступление вам говорю о том, что чем отличаются мобильные приложения от сайтов. И мы подходим к тому же теперь, что мобильные приложения это не информационный продукт, это сервис. Он, мобильные приложения позволяют что-то сделать. Например, у вас есть салон красоты, опять же, банальный салон красоты, барбершоп, неважно. У вас на сайте вы рассказываете о себе, человек может вас найти в определенном, допустим, регионе, и вы рассказываете о ценах на свои услуги и, возможно, фоторабот делаете. Мобильное приложение будет исполнять совершенно другой функционал. Он позволит уже коммуницировать с уже имеющимися клиентами. То есть человек может зайти в свой личный кабинет, посмотреть, какими он услугами пользовался, какие расценки, с какой он ценой платил. Он может зайти в мобильное приложение, чтобы за один таб заказать себе, записаться на прием. Выбрав определенную дату и время, выбрать определенного специалиста, может даже написать ему в чат и пообщаться в чате. То есть тут уже мобильное приложение дает определенный сервис. То есть вы можете более что-то глобальное сделать. Из-за того, что мобильное приложение это не информационный продукт и это определенный сервис, это софт, и именно с этим связано то обстоятельство, что создавать мобильное приложение намного сложнее, чем сайты. То есть это более высокий IT-продукт. Его нельзя просто так создать. И мы плавно перетекаем в то обстоятельство, что мобильное приложение намного сложнее, и естественно его намного сложнее создать на зерокодинге. И можно сказать дальше даже больше. На зерокодинге нельзя создать более или менее серьезное мобильное приложение. Просто зерокодинг, конструкторы, самыми конструкторами, не подходят для этой сферы в принципе. Тут до глубины кокостей просто это программирование. Здесь невозможно это заменить. Невозможно. То есть существует, да, опять же идет сейчас хайп насчет того, что давайте создадим на зерокодинге мобильное приложение. С чем связан этот хайп? Он не связан ни со спросом, как было с сайтами, ни с простотой, как было с сайтами. Он связан лишь с тем, что сейчас популярно разрабатывать мобильные приложения, потому что с каждым годом тенденция, с которой пользователи заходят в интернет, или вообще общаются, даже не в интернете дело, пользователи общаются с техникой, связано с тем, что пользователи из техники больше всего общаются со смартфонами, ну в какой-то мере с планшетами. И в связи с этим возросла популярность разработки мобильных приложений и с самой сферой мобильных приложений. Кроме того, нужно понимать, что мобильные приложения это продукт некий, некоторый такой новый, хотя он не существует очень давно, но все равно не настолько давно, как сайты. Сайты уже все знают, уже с ним все охладели, а вот мобильным приложениям идет очень большой интерес. И именно из-за того подхода, что этот идет большой интерес, и говорить о мобильных приложениях это очень модно, из-за этого сейчас возникает спрос на разработку мобильных приложений. И те, кто пропагандирует разработку якобы мобильного приложения на зерокодинге, просто поймали этот хайп. Это зерокодинг не появился в сфере мобильной разработки, как во сфере сайтостроения, разработки сайтов, в программировании, которое, если в программировании это было вызвано спросом, необходимостью бизнеса и простоты входа технически этого подхода, внедрение этого подхода технически было проще, то здесь все на хайпе. Все чисто про зарабатывание денег тех, кто обучает зерокодинку. Тут, во-первых, это не нужно бизнесу, потому что мало какой бизнес массово думает о мобильном приложении, это уже нужно понимать. В мобильном плане сайтов там все понятно, широкий бизнес думает об этом. В плане мобильных приложений нужно бизнесу доказать, что им нужно мобильное приложение. Тут уже, конечно, разработчику нужно изучать маркетинг обязательно. Если он единственный разработчик и работает сам на себя, если вы работаете в компании, вам это не нужно. Да, то есть это не нужно бизнесу. Технически это сделать, очень внедрить этот подход в мобильную разработку очень сложно, но и это особо никому не нужно. Тут просто важно зацепить людей, которые хотят обучаться именно про программирование. Таких ленивых людей, которые не хотят программировать, учиться в программировании. Поэтому и именно из-за того, что внедрение зерокодинга в мобильную разработку было вызвано этими причинами, а не понятными условиями рынка и неглобальными причинами, в связи с этим была создана плохая платформа для внедрения зерокодинга. И нам говорят, создавайте мобильные приложения на конструкторах. Но по факту есть два действительно хороших конструктора, которые более или менее, но они иностранные. Если вы находитесь в Российской Федерации, вы не сможете их оплачивать. Потому что да, там есть бесплатные, во-первых, потому что трудно оплачивать, и даже если вы платите, то на всем иностранном IT-софте, даже если вы оплатите, если они увидят, что этот софт используется на территории РФ, то вам заблокируют все. Даже несмотря на то, что вы оплатили все это дело. Но опять же, хорошо, если вы все это оплатите, будете использовать. Кстати говоря, почему оплачивать? Ну и там же, когда вы зайдете на любой из конструкторов, вы увидите, что там есть и бесплатный пакет. Но дело в том, что бесплатного пакета вообще ни на что не хватит. Вообще ни на что не хватит. Даже на простое приложение. А если посчитать стоимость, стоимость, которую вы будете платить за мобильное приложение, скажем так, за год, за два, за два года заплатите, то вы увидите, что дешевле было разработать собственное мобильное приложение и не использовать плохие конструкторы. Теперь говорим про конструкторы мобильных приложений. Мобильное приложение. Вы смотрите, сайты, там все понятно, там все общее, там что нужно. Допустим, есть сайты для многостраничники, для компаний. Главная страница, контакты, а нас, каталог с услугами, карточка с услугами. И все. Это можно прекрасно создать на той же системе WordPress. И вот сайты, они все типичные. Мобильные приложения, это вообще все другое. Мобильное приложение может разделяться не то, что от сферы к сфере, а у одного салона красоты может быть один функционал, у другого салона красоты должен быть другой функционал. Я уже не говорю о просложенные мобильные приложения. Но даже вот такие, даже простые мобильные приложения для таких же салонов красоты просто нереально создать на конструкторах, на зерокодинге. Потому что вам будет нужен функционал, который не будет в шаблонах. А тот же функционал, который там будет, во-первых, там будет шаблонный дизайн и шаблонный функционал. И этот шаблонный дизайн и функционал в лучшем случае покроет 30% ваших потребностей. И останется еще 70% непокрытых потребностей. А потом пойдет, станет разговор о расширении. И это сделать невозможно. А потом еще станет, когда вы будете использовать конструкторы, вы поймете, что это мобильное приложение вообще не вам принадлежит. И в конце, если вы захотите его выкачать оттуда, во-первых, это сделать почти невозможно. Во-вторых, если где-то это и получится, то вам придется отдать солидную сумму. То есть зерокодинг в мобильной разработке это громаднейший развод, который просто направлен на то, чтобы вы воспользовались платным IT-продуктом. Яковый IT-продуктом. На самом деле, это никакой не IT-продукт. По факту, потому что IT-продукт должен закрывать вашу потребность. А конструкторы мобильной разработки не закроют вашу потребность абсолютно. Вы не создадите более или менее мобильное приложение. Я уже не говорю, что интернет-магазин нормальный. Мобильное приложение для интернет-магазина нормально не создать. Для салонов тех же красоты, для сферы услуг нормальное приложение не создать. Там вы не создадите более или менее так же сложное мобильное приложение. Я уже об этом даже не говорю. Все, что вы можете сделать, это как раз таки мы возвращаемся к началу этого видео. О том, что многие идут и предлагают некий аналог сайта, но в виде мобильного приложения, просто который несет себе информацию. Вот именно такое мобильное приложение можно создать на конструкторах. Когда человек заходит, несколько вкладок, главное о нас доставка, там о нас список услуг и за расценки услуг, и возможно связаться. Вот именно такое просто информационное мобильное приложение, в которое нет никакой ценности, просто это информация, которую можно посмотреть на сайте, но в виде мобильного приложения. Такое мобильное приложение можно создать. Другое более или менее серьезное мобильное приложение, которым будет пользоваться, которое будет ценно. Я уже не говорю про стартапы. Невозможно в сфере мобильной разработки, создать на зерокодинге. Разработки сайтов можно создать, но там тоже нужно дополнительное применение программирования для того, чтобы сделать более или менее уникальный сайт с дизайном и с функционалом. Но там, допустим, вы можете покрыть с помощью зерокодинга разработки сайта 80-70% потребностей. Здесь максимум 30% и сфера мобильной разработки не подходит для внедрения в нее зерокодинга. Все, что вы слышите про зерокодинг в разработке мобильных приложений, тут есть два варианта. Либо это просто для того, чтобы вы прошли какое-то обучение и просто выкачать с вас деньги, либо это просто, чтобы вы воспользовались каким-то IT якобы под продуктом и заплатили хотя бы первую ежемесячную подписку. Но там, по-моему, сразу на полгода или на год платится. Вот это и все, что я вам сегодня хотел рассказать. Просто вам нужно знать, что зерокодинг неприменим в мобильной разработке и создать мобильное приложение без программирования невозможно. Я вполне понимаю, что у этого видео будет много дизлайков, потому что правду никто не хочет слышать. А тот, кто услышит правду, хотя бы несколько человек, я, значит, выполнил свою миссию и хоть до кого-то донес, что на самом деле мобильное приложение – это лишь про программирование. На сегодня у меня все. С вами был проект Mabu. До встречи на следующих эфирах. Всем пока.